Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас Ладенкова нет Наверное Александр Смотритель Это вот теперь он Второй сапог Ну так образно Сапога пара Всегда с огромным уважением Отношусь к его Советом, примером, наблюдением Бухтияров, Казахстан Привет Почему нельзя весной Я уже вроде бы ответил Получается идеально Если не успели вовремя И если не знаете, что рискуете Что вы за зиму их сгноете День погреба Тогда уж весной Но Или два варианта И вот кто увидел Увидит мой фильм Я его снял сегодня Я снял для канала Галкин Сад Там я несколько подарил Там столько этих У меня специальные деревья Специальные матовские сады Там вот так вот Мудрился именно в этом фильме Все это, чтобы показать В деревню ездил Там вот так сотня метровых веток Это изумительное зрелище Значит, умеем, если захотим Но А к чему я это говорю? Значит, можно и весной срезать И сейчас срезать А весной посмотреть Ставите где-то в конце марта Март я обычно еще только на юге России На юге Украины можно прививать Так Ну, на юге России И все А чуть раньше Веточку в воду И смотрите Мертва Берем те, которые нарезаны были В начале зимы Жива Тогда, может быть, лучше нарезать Которые только сейчас срезали Может их и привить Вот У каждого нарезки Есть свои особенности Только это отдельная тема Отдельная лекция Почему? Чем хороши нарезка Допустим, в ноябре В Сибири Вот И чем хороша нарезка весной Уже хотя бы тем, что весной Есть выбор Мертвые не взойдут А живые дадут Еще одно поколение Еще более морозостойких Ну, в принципе, я ответил на вопрос Так Вопрос Чем болеет слива? А как? Какая слива? Чем болеет? А в принципе, чем болеет слива? Значит, слива В принципе, не болеет Вот Допустим, она живет на исторической родине Мой любимый конек Если вы спрашиваете В принципе Не конкретно слива Вот она там С больными листьями Вот ветки мертвые Тогда я не отвечу Не знаю А если брать в целом Слива Она Принадлежит К особому К виду Вот допустим Абрикосы Где попало Расти не будет Почему я говорю? Им надо создать условия Или вообще не связываться с ними Понимаете? Слива Более универсальная Там, где Абрикос не пошел А слива там пошла Не боится Близко готовых Вот Дает отводки Живет за счет отводков Все равно Представьте себе Целое семейство Слива Вот так вот Слива 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 И занимает большую площадь И найдет и воду И найдет и питание И будет Все это Все семейство Будет питаться Вот чем хороша Болеть ей в принципе Не положено Почему? На исторической родине Она болеть не может Прекрасно чувствует Огромные заросли Там уже вспомним Терн Это слива А луча Это слива Терн и слива Это слива Так? И получается, что Когда она начинает болеть? А мы ее взяли С Украиной И перевезли в Сибирь Ну, допустим Витгерка, что она Самая близняя Куда была Вокс Украины Правильно? Немножечко Прижилась в России Но учитывая Вот это Зверское отношение Когда Ее просто Отрезают 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 И она заболевает Так? А когда-то и умирает Ее спасает от водки То есть Стоит только Слива заболеть Она тут же выбрасывает Отводки Через мертвые Это ее продолжение Это она же Сама же У отводка Однолетнего Возраст Как у Сивы Допустим Это может быть 10 лет 100 лет А может вечная Потому что Если она бесконечно Разважалась Отводками То может быть В вашем саду Растет Сива Которая 500 тысяч лет Да Другое дело Что Это мы никогда не узнаем 5 лет Или 500 тысяч лет Раз вы достали Саженность И вот Получается Что Она Переехала Например С юга Украины В Венгерке Там промышленные сады Это я знаю Я Школьник Четыре года Четыре класса Был Когда мы собирали Эти Как обезьяны Сливы По принципу Каждое десятое ведро Твое Вот Вот тогда я знаком С Венгер А потом в России Их практически Их садят Уничтожают Я все время Подчеркиваю Уничтожение идет И зверская Звериная Предельная Пусть меня За слово зверская Ругательная Санна Я уже не выдерживаю А тут инфаркт Вот Если промолчу И вот за этого Отношения Особого Ладно Нельзя Особого отношения Они не всегда Не распространяются Но попали в Сибирь А что не попасть Я на Украину ездил Для чего Вот Возенский Александр Ну простите меня Не сильно меняет Грязь Ведь я же все таки Ездил за свой счет Привозил за свой счет Венгерки Это с Украины Венгрия Австро-Венгрия Украина На одной тоже У меня дед Мой родной дед Был Солдатом Австро-Венгерской армии Львовская область Кому принадлежала И для меня Венгрия И Украина Для этих же Север-Венгерок Одной тоже Понимаете Что тут говорить Что вы думаете Большие расстояния что ли Это у нас в Сибири До Москвы Четыре дня едешь Никогда ехать не можешь На скоростном поезде А там Это проще Там на терегах ездили И вот на Украине Появились венгерки Я привез в Сибирь Кстати Кто меня бросит в камень Что я у кого-то из ученых Венгерку раздобыл Ну-ка И вот получается В Сибири Несколько поколений Прижились Так Вот И Все равно Если просто взять Ну привез бы Вот столько косточек Да что особенного На любой Украине Рынок Вот раз там Детский килограмм Купил Съел косточки Взял Выкрутил Подсушил И привез Что бы было бы Больные сливы Были бы Больные Сколько бы ни говорила Там Лариса Александровна Адель Ей бы пришлось бы С чем-то местом Действительно скречивать А впереди 30-40 лет Работы С неизвестным Результатом Она венгерка Она не хочет Скречиваться С этими Ренклоды Не хотят Скречиваться С венгерками Венгерки Не хотят Скречиваться С ренклодами Они не то Что вообще Потомство давать Не хотят Они приваться Друг на друга Не хотят Венгерку легче На абрикос привить Поверьте мне Я ведь не случайный Человек с одовольствием Все на моих глазах Что у себя не видел У других Подглядел Было время Приятно 10-20 Удовичных садоводов Фотографию показывал Так вот Получается Что по этой Брасе Если брать А вот Косовку посажу Выращу Она будет болеть Она не обязательно Уморет Бывают места Получше Где-то Возвышенные места Где-то Солнечная сторона Где-то Незамерзающая Река Вспомним И Ни Се Не замерзает Этот самый Ангара Не замерзает И дальше Пошли туда На запад Плоть до этого До Волховской ГЭС Тоже не замерзает Нигде не замерзает И садите Венгерку Но Все равно Гарантия может быть Если привить На что-то местное А местных Венгерок Не существует И получается Болеет И вот как вам Андрея Шагадинбурга Ответит Чем более слева Потом Есть идеальный случай Это Мэй-Жаренушки Посадили на холм Точное расположение Корневой шейки Расположение Юг-Север Если сайте Готовый сажен Так Обрезали Половину верхушки Хотя бы Половину Штамба Чтобы его равнять С корнями Вот Уже Ближе к истине Так Привито Естественно У меня уже У меня-то Венгерки Уже-то Привили Близь к китайкам Это несколько поколений Ну и как я вам ответил Друг слова Чем болеет Нет А потом Те у кого она болеет Естественно Не сделала Посадил Корень изувеченный Растет И сразу Дохнуть начинает Караул Листья пожелтели Листья почернели Листья это Покрылись этими Коростами И тут же на нее Обрушивается Эта вся Любовь В виде фунгицидов Ну как так Самое Ладно Там еще Почти безобидно Эти самые Меды Железные Купоросы Да не вылечит Никогда Вот этого Понять не могут А вы Опрыскайте Плоть от самых простых Ядохимикатов До самых сложных Не вылечишь Невозможно Корневой щей Как гниет Ну как Ты вылечишь Ну Это то же самое Что духами Опрыскать Особенно взять Самые нежные Женские духи И человеку В реанимации Взять и Опрыскать Сказать Как он хорошо Пахнет Сейчас станет Вот так Это я по другому Отвечать не умею Так Васильев Валерик Здесь здравствуйте Пытаюсь посмотреть Семена в каталоге Там выскакивает Написать Заблокирован Напишите В каталоге И где-то вы видели Я проверю В каталоге Где-то бродит Ты что смотришь Там Несколько лет назад Чего-то кончилось А люди Почему-то вставляют В заказ Это значит Где-то что-то бродит Вы мне Пишите На мой электронный адрес Смотрите Как я вам отвечу Это очень важно Для меня Вот это вот Мой сайт Можете набрать Три слова Сайт С одного Дозареза Вот если здесь Вот допустим Я бы начал Вот так Вот здесь Сказал бы Сайт Сену Дозареза И все Вы попали туда Но я сразу захожу Вот он Так И здесь даже Вы увидите Информацию По семечкам Вроде бы Все правильно И 21 год Но Устаревает Быстро Значит Вы берете Вот здесь Публикации Контакты А вот и мой Электронный адрес Смотрите И пишите И пишите Мне письмо Электронное Копировать Простите Свежий Каталог Вот так Я отвечаю Еще Спасибо Скажу Потому что Сколько Можно Мне надо Завязывать Чем-то И собой Заняться Вот Сегодня Я сдался Сегодня Чудом Попал К рачевой К эндокринологу Так что Не дождетесь Конечно Но лучше Если Вы Заказывайте Не вам Обращаюсь Костолю Закажите Сейчас И помогите Мне создать Еще полсотни Фильмов Вот Прислав По 100 Рублей Я уж Не прошу По 200 Вот А прислать Это Как бы Сказать Так Самое Простое Прислать Это Сам Не умею Электронный То есть Этот Сам У меня Есть Телефон Который 8 960 776 8672 Он есть Там На сайте Еще раз 8 960 776 8672 И Просьба К вам К нему Привязана Карточка Просьба Прислать Это Самое С миру По нитке Вот Это Деньги Не мне Вот Те Деньги Вот Еще раз Покажу Так Где же У меня Этот Самый Канал Туда Заехал Ну да Вот Он Канал Вот Это Все Что Вы Видите Вот Это Все Видите Не Все Тут Половина Моего Брата Вот Но Тут Все Бескорыстные Вот Вы Увидите Сверх Несколько Десятков Фильмов Которые После Того Когда Мне Писали 7000 Вот Я Еще На Вас Рассчитываю Вот Сегодня Я Сдавался Впервые Официально А Если Начну Рассказывать Жаловаться Чем Я Болен То Вряд ли Это Добавит Мне Авторитета Поехали Дальше В общем Александр Попробуйте Мне написать Электронное Письмо Я вышел Ксюля Катала Сережка Здравствуйте Влад Здравствуйте Вот Фамилия Знаменитая Так Александр Выбор Так Опять Я вижу Обязательно Нажму Что на Этот Раз Самый Рожайный Через А Все Понятно Давайте Так Я Остановлю Вы Знаете Правило Что Здесь Нельзя Показывать Видео Иначе Разойдется Слова С Изображением Разойдутся Мы уже Так Попадались С этим С Антоном Просто Что Вы Видите Самая Урожайная Череза Стоит Вот Это Набрать Да Вот Так Стоит Набрать Вы Обязательно Попадете Тому Кого Хотели Вот Пожалуйста Будем Считать Что Мы С Александром На Ваш Вопрос Ответили Возвращаемся К себе Где Мы Были Еще Раз Возвращаемся Еще Сюда Ага Вот Здесь Мы Были Так Ну В общем Александр Мы На вопрос Ответили Где Искать Чек С У нас Этого С Всем Здравствуйте Все Время Простой Характер Можете Послать Спасибо За Предупреждение Вот А Я Тогда Не Договорил Смотрите Волшебные Слова Почему Мне Удалось Раздобыть Нет Не Ученых Подчеркиваю Единственный Абрикос Добыл У Этого Самого У Сычева Все Ученого Больше Не было Так Что Не Принимаю Обвинения Что Наготов Я А Вот Что Касается Значит Послать Я Всегда В то время Я пытался Мне присылали Сюда Мертвые Посылки Не только Сычева Еще и Другие Присылали Мертвые Но У меня Была Волшебная Фраза Я Никогда Не Пожалел Когда Я писал Письмо А тогда Переписка Была Только На бумаге Вот Я писал Так Последняя Фраза Я Плачу Любые Деньги И Что Интересно Никто Никогда Не Загибал Цену То есть Люди Воспринимали Что Я Свой Брат Брат По крови И Никогда Не Загибали Типа А Вот Сейчас Я Обдеру Раз Он Пишет Любые Цены Любые Деньги Ну И Теперь Попробуйте Шереметьев Так же Я Волшебное Слово Скажу Произнес А Там Как У вас Получится Пошлет Не Пошлет Так Не Пошлет Если Не Рассказывать О Вреде Обрезка А Ну Конечно Это Запросто Бывает Такое Что Человек Допустим У него Есть Свой Взгляд На Вещи Для Него Обрезка Это Святое Хотите Раздобыть Черенки Молчите Что Железо Вас Научил Так Алексей Новосибирь Телефон Для Консультации А Вот Телефон Есть Все Живем Так Черенки Черешни Надеюсь Раздобыть Или Косточки Так Привет Из Москвы Тимур Привет Северную Карелию Ну Куда Вас Господи Северную Карелию Считается Самым Безнадежным Местом А Знаете Почему Ледник Через Северную Карелию Прошел Как Наждак Он Содрал Весь Праводородные Плодородные Слоги Пусть Это Не Мои Слова Но В то же Время Я Верю Этому И Сим Порть Карелия Считается Самой Безнадежной Ну Ну что Тимур Я надеюсь Вы восприняли Мои слова Правильно Может быть Там Не вырастите Никогда Промышный Сад Удачный Сад Я бы Вырастил И вам Советую Не Не пугаться Моих Слов Северную Карелию Извечил Ледник Так Сергей Александрович Здравствуйте Каталог Семен Заблокирован Так Еще раз Прошу Напишите Мне Электронное Письмо Мне Лично Мне Еще Нито Не Жался Что То Что Рассылаю Заблокировано А Если Вы Промой Ну Еще Раз Повторим Ну Что Друзья Все Закончился Сегодня Дешевый Разговор Правильно Я Думаю Мы Не Зря Поговорили Очень Много Осталось За Этим За Этим За Катром Посмотрим Вот И Надеюсь Что От Вас Одно Ждут Подарков 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 Мне Нужны Ваши Фотографии Вот Так Как Прислал Александр Выборг Вот Это Вот А Нет Это Второе Письмо Я Про Первое Письмо Ну Все Друзья Будем Прощаться Будем Прощаться Надо Даже Целый Час Ушел На Переписку Так Желаю Вам Удачи Желаю Вам Хорошей Погоды Для меня Хорошая Погода Это 20 30 Градусов Мороза До 35 Это Самое Хорошее Смотрим Что Будет Нам Обещают Ноль Ужас Вот Не Для Того Я Столько Лет Три Сем Лет Верс Чтобы Вдруг Оказаться В тепле И Нужен Им Тепло Вот На этом Я С вами Прощаюсь До Свидания Антон Вряч Пойду Прислать Ссылку На Это Кино Что Мы Сняли До Свидания Друзья Субтитры